У каждого дедушки было время, когда у него в душе пели соловьи, а у каждого бойца было время его великого триумфа или позора. Приветствую вас златолитые подорожники, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на невероятные моменты из мира единоборств. Ничего так не портит цель, как попадание, а ничто так не красит рестлинг, как акробатика бойцов. Ну а эти мужики вчудили просто невероятный прием. В женщине всегда воюет две сущности. Кошка, которая хочет гулять сама по себе, и собака, которой нужен хозяин. Но полячка Ева Бродницкая на взвешивании перед чемпионским боем за пояс решила покорить соперницу своим внешним видом и поцеловать заодно, чтобы выиграть еще до начала боя. Но что-то пошло не так. Чудо – это событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел. Но мы-то с вами можем воочию увидеть чудо боксера из Франции Сабри Сидери, который, лидируя по очкам, за 30 секунд до конца боя решил дать публике шоу. И у него это отлично получилось, ведь за 15 секунд до гонга он улетел в накал. Когда с детства малому нравятся танцы, а батя силой отдает на бокс, потом зрители со слезами на глазах смотрят такие вот бои. Рестлинг – это, конечно, мощь. Но иногда кажется, что сценаристы – какие-то озабоченные маньяки, пересмотревшие порнушки. Горячие парни – это хорошо, но когда котелок закипел, быть беде. Боксер Ливан Шони, узнав о своем поражении, так болезненно его воспринял, что сначала хотел вырубить соперника, чтобы записать себе победу хоть в уличном бою. Но потом решил, что тренер-толстяк – цель куда более попроще, и с ним будет разделаться легче. Так что отвесил пару плюх наставнику. Иногда в клетке происходят удивительные вещи, которые могут показаться не тем, что есть на самом деле. Если вы подумали, что у бойца шорт выпало последствия испуга, то зря. Это всего лишь защитный бандаж. Когда у тебя жена стронгмен, лучше зарплату не прятать, ведь она сковородкой бить не будет, она ее скрутит, а потом вслед и тебя. Самое страшное в бою – это получить по самому драгоценному, что есть у мужика. А самое невероятное – когда оба бойца одновременно друг другу делают омлет. Такое бывает раз в сто лет. Из этого видео можно усвоить один важный урок. Смотреть на жопу красотки хорошо, но здоровье важнее. Мы все видели и осуждали рефери, которые допускали избиение бойцов в ринге. Но вот посмотреть на рефери, который самоотверженно прыгает, чтобы спасти затылок падающего в нокаут спортсмена – это нечто. Красивая женщина радует мужской глаз. Некрасивая – женский. А есть дамы, которым вообще плевать на свою красоту. Ведь мужика они могут нокаутировать и за волосы затащить в свою берлогу. Лысина – это поляна, вытоптана мыслями. Но бойцов с лысинами не бывает. Но это не точно. Ведь иногда им приходится очень много думать, какой танец исполнить после защиты. Нокаут – это всегда искусство. Ну а когда после удара соперник вылетает за ринг, это всегда приводит зрителей в восторг. Но наш пухляш не сдался и вернулся продолжить бой. Правда, длился он до первого удара, после которого рефери остановил поединок. Поиздеваться над соперником в ринге – это одно. И сбить его на глазах подружки – совсем другое. А потроллить его подружку – это высший пилотаж от Мейвезера. Мы не раз удивлялись, когда рефери чудили во время боя. Но чтобы рефери обнадежил проигравшего спортсмена после боя, такое бывает редко. Мишель Перейра – ниндзя в клетке, который всегда демонстрирует яркие бои. Благодаря своему танцевальному бэкграунду. Творит чудеса не только на празднованиях победы, но и в самом поединке. Трус не играет в хоккей. Ну а профи-боксеры из пугливых точно не получаются. На битве взглядов перед чемпионским боем претендентка на пояс хладнокровно выдержала свирепый оскал чемпионки, а потом и победила в бою. Работа рефери очень непростая. Мало того, что тебя постоянно обвиняют в том, что ты слишком рано остановил бой. То в том, что дал сделать слишком много лишних ударов. Так еще и можно получить фанеру пяткой с вертушки. Смертельный колобок ММА Крис Барнетт не только отлично дерется, несмотря на свой вес, но и с легкостью может перейти в брейкданс, если завяжет с боями. Нокаут – это всегда красиво. А когда в нокаут падает огромный батырбин, это страшно красиво. Уверенный выход в ринг – это уже половина успеха. А после такого представления у этого бойца точно есть все шансы на победу. Нанести точный удар – это целое искусство. А уйти от удара – это великое мастерство. А если после этого еще и прокатать соперника на спине, то можно сразу получить звание мастера. Празднование победы для спортсмена – это неотъемлемая часть имиджа. А когда Теофима Лопес после победы над Виттером исполнил танец и сальто, стал кумиром всех брейкдансеров. Есть боксеры с множеством побед, о которых не помнят. А есть бойцы без громких побед, о которых знают. Прямо как Дайвален, который запомнился всем своими мощными бубенцами на взвешивании. Все мы не раз видели, как после победы секунданты забегают в клетку, чтобы поздравить своего бойца. Но иногда это может закончиться для них нокаутом. Красота боя очень своеобразна. Но красота нокаута понятна далеко не всем. Особенно, когда этот нокаут настолько необычный. Живот мужика – это курган над погибшим спортсменом. Но когда вместо нормального пуза у мужиков 6 кубиков пресса, кто-то из них может и не сдержаться. Но не всегда такие чувства бывают взаимными. Особенно у бойцов. Никто ничего не понял, но момент прикольный. Все бойцы всегда должны быть сосредоточены на поединке. Особенно в опасных ситуациях. Но этот паренек, кажется, полностью контролирует события и даже успевает повеселить зрителей. Битва взглядов перед боем – это всегда прежде всего психологическое воздействие на соперника. А Майкл Пейдж в этом деле мастер. Но когда против тебя настоящий Огр Сантос, то ни страха, ни улыбки не добьешься. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой момент запал вам в душу. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться. Увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Переходи по ссылке в описании и забирай бесплатные видеокурсы по технике ударов, самообороне на улице, эффективной работе на мешках и лапах, физподготовке и увеличении силы удара, растяжке, а также вступай в закрытый клуб, где уже есть 50 готовых пошагово расписанных тренировок или пройди онлайн-курс, чтобы эффективно тренироваться даже в домашних условиях. Настойчивости в тренировках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин